Привет, друзья! Рад приветствовать вас на Майорке. И сегодня я расскажу вам про Stinger. Не пугайтесь, это всего лишь автомобиль. А бояться должны другие. Как считают представители Kia, бояться должны в компании BMW со своей четвертой серией Grand Coupe, в Audi со своим Sportback A5 и в Mercedes со своим C-классом. Для машины специально разработаны новые цвета. У нас на тесте Stinger'ы в трех из них, но больше всего эффект перелива в зависимости от освещения заметен на красном кузове. Именно поэтому он и стал основным героем нашего фильма. Таким образом, со своей новой моделью Kia Stinger корейцы метят не куда-либо, а в премиум сегмент. Но не будут ли это просто голословные заявления? Сейчас мы и проверим. Хотя, таким кульбитом корейцы никого не удивили. Тема муссировалась на протяжении вот уже шести лет. С момента появления в 2011 году концепта Kia GT, а затем в 2014 еще одного концептуального авто GT4 Stinger. Так что и название модели не прогремело громом среди ясного неба. Для того, чтобы так смело заявлять о премиум сегменте, у Kia есть как минимум две причины. Это то, что машину рисовал Петер Шрайер, а ездить ее учил Альберт Биргман. О технической части чуть позже. А сейчас давайте поговорим о внешности. Лично мне очень нравится Stinger. Да, можно найти заимствование у других марок. Как минимум, посмотрите на заднюю часть. Вам не кажется, что это Мазерати? Лично мне очень кажется. Эффектная внешность Stinger создана в европейской дизайн-студии Kia во Франкфурте. Профиль Stinger напоминает модный нынче четырехдверный купе Audi A5 Sportback и BMW 4 серии Grand Coupe. Но в нем отлично угадываются и фирменные элементы. Радиаторная решетка, прозванная носом тигра, знакомая форма фар, а задние стойки кузова напоминают оседание Optima. Спортивный стиль авто подчеркивает различные элементы. Правда, не все они имеют практическую подоплеку. Например, водохозаборники в капоте – это всего лишь бутафория. А вот жабры для отвода воздуха из колесных арок в передних крыльях – рабочие элементы. Fastback Stinger выглядит намного динамичнее соплатформенного седана Genesio G70 от Hyundai или Hyundai. Тут или правильно, или привычно. Хотя и тут обладают достаточно эффектной внешностью. Но Stinger скорее напоминает некоторые купе и кабрилет от Maserati, а все благодаря задней опте. Мне больше всего нравятся те Stinger в высоком синем цвете. Но, к сожалению, такие машины у нас, на то есть, только дизельные и сочетание, для детей, которые красивые салоны. Светлый салон, синий пузов. Все, как я люблю. Но, к сожалению, эти машины только дизельные. И, кстати, в такой машине не хватает еще пары выхлопных труб слева. Вот, кстати, для сравнения. Рядом версия, у которой 4 выхлопных трубы, а на синий турбодизельные только 2. Легко различить бензиновые машины с 2-х литровой четверкой, мощностью 255 лошадиных сил, и с топовым V6 объемом 3,3 литра с двойным турбонаддувом, помогающим выдавать потрясающие 370 лошадок. Именно на таких авто устанавливаются 19-дюймовые колесные диски разной ширины с шинами, разработанными компаниями Michelin и Continental, размерности 225 на 40 спереди и 255 на 35 сзади. Да и тормоза тут усилены, производство Brembo. Спереди красные четырехпоршневые суппорта работают с дисками диаметром 350 мм, а сзади стоят двухпоршневые машинки и диски диаметром 340 мм. На всех других стингерах тормоза попроще будут. Длина стингера составляет 4830 мм, ширина 1870 мм, высота 1400 мм, а колесная база 2905 мм. Таким образом, по своим габаритам стингер превосходит выбранных конкурентов. Но я не скажу, что в салоне просторно. Как вы уже убедились, внешний стингер выглядит очень спортивно и динамично. Не отстает и интерьер. Как минимум, благодаря вот таким вот круглым дефлекторам обдува, а-ля Mercedes или Audi, напоминающим сопло самолета. А также большому количеству алюминия, черной кантари на потолке и на стойках кузова. И вот таким вот очень цепким сиденьем. Но такое кресло на самом деле есть только у водителя. Потому что здесь регулируются валики боковой поддержки. И я могу действительно зажать себя очень хорошо, зафиксировать тело. В то же время на пассажирском месте этого сделать не получается. И пассажир просто-напросто в поворотах продавливает мягенькие подушечки по бокам. И ему боковой поддержки явно не хватает. Скажу вам больше. Справа сидеть не очень удобно. Почему? Потому что вот эта наклонная часть пола, в которую обычно опираешься ногами, она сделана такой короткой, что даже мне с моим 43 размером надо либо оставить ноги как-то ступни и выкручивать под углом, либо я упираюсь носками просто в пластик торпеда. Ну, не знаю, как по мне, то не очень удобно сидеть на пассажирском месте в стингере. Kia Stinger заявлен как пятиместный автомобиль. Ну, не знаю, сзади мне тоже не очень удобно, как минимум потому, что я могу с трудом подсунуть ступни под переднее кресло. И то, я так понимаю, что водительское сидение опущено не максимально вниз, иначе тогда я вообще не могу подсунуть ступни. И опять-таки, расстояния над головой немного. И чтобы воспользоваться подголовником, мне просто приходится его полностью поднимать. Даже у меня это не получается. И не фиксируя, упирать его в потолок, тогда вот голова ложится. Интерьер, конечно, с претензией на стильность, но тут Kia Stinger явно уступает выбранным оппонентам. Для меня салон не выглядит дорогим и богатым, даже несмотря на очень качественные материалы. Может, стоило кожи затянуть не только верхнюю часть торпеды, а и среднюю, и добавить побольше декоративных элементов? А то их роль тут играют разве что круглые сопла центральных дефлекторов обдува и блок управления аудио- и навигационными системами на центральной консоли. Но и этот блок разительно отличается от стандартного для Kia управления климат-контролем, которое есть на других моделях. И потому я не вижу целостности образа в интерьере Stinger. Хотя, среди оригинальных элементов интерьера я бы как раз выделил качающиеся тумблеры управления трехуровневыми подогревами и вентиляцией передних сидений на напольной консоли. Вместо базового 7-дюймового сенсорного экрана по центру торпеда можно заказать 8-дюймовый, с системой, чей интерфейс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. А для смартфонов в Stinger предусмотрена индукционная зарядка. Для Stinger можно заказать аудиосистему Harman Kardon с системами восстановления звука Clarify и объемного звучания Quantum Logic. Тогда пара сабвуферов будет расположена прямо под передними сидениями. Может поэтому у меня не получается засунуть под них ноги, чтобы не топтаться по динамикам? Самые крутые по комплектации водительские кресла регулируются в 16 направлениях. Но самые ценные настройки позволяют менять длину подушки и интенсивность боковой поддержки. Если ее не усилить, то в поворотах легко вываливаешься через мягкие валики. Внешность внешностью, интерьер интерьером, материалы материалами, но есть еще и двигатели. Для Kia Stinger предложено три движка. Турбодизельный объемом 2,2 литра, мощностью 200 лошадиных сил и два бензиновых турбомотора. Объемом 2 литра на 255 сил и вот такой вот V6 с двумя турбонагнетателями, которые развивают потрясающие 370 лошадиных сил. Ну а с коробками все решили за нас, только восьмиступенчатый автомат. А вот приводов может быть два, либо задний, либо опциональный, полный, как на этой машине. Благодаря двойному турбонадуву, 3,3 литровые V6 выдают 510 ньютон на метров крутящего момента в широком диапазоне от 1300 до 4500 оборотов в минуту. Теперь-то понятно, откуда Stinger черпает вдохновение для быстрых ускорений. Это самый мощный, динамичный и быстрый из серийных Kia. Система Launch Control позволяет ему выстреливать до первой сотни за рекордные 4,9 секунды, а максималка заканчивается на 270 км в час. Объем багажника Stinger составляет 406 литров в походном состоянии и 1114 литров при сложных спинках заднего ряда. Крышку багажника можно открыть автоматической кнопкой в салоне, на ключе или на самой крышке. А можно просто постоять 3 секунды возле заднего бампера с ключом в кармане. Жаль, что закрывать багажник таким образом нельзя. И если вы забрали из него большую поклажу, то придется все равно ставить ее на землю, чтобы воспользоваться одной из кнопок. Оснащение Stinger вполне соответствует громкому заявлению о его статусе. Тут есть светодиодные фары с динамической подсветкой поворотов и автоматическим управлением дальнего света. Активный круиз-контроль. Камер кругового взора. Семь подушек безопасности. В дороге водителю ассистируют системы предотвращения столкновения, распознавания пешеходов, предупреждения о машинах в мертвых зонах зеркал и при движении с задним ходом, а также контроля рядности движения, определения усталости водителя и распознавания дорожных знаков. Для удобства получения информации большой ее массив можно вывести прямо перед глазами, проецируя полноценную картинку на лобовое стекло. Удивительно, но даже с активированным лаунч-контрол стингер стреляет с места неожиданно комфортно. Ни тебе сильного пинка под зад, ни остервенения в звуке. Да, тебя резко вжимают в спинку, но затем набор скорости происходит мощно и одновременно плавно. И потому кажется нереальным то, как быстро стингер долетает до второй сотни километров в час. И можно же было развивать успех, если бы премик не заканчивался. Отпускай. Что? Пальма-де-Майорка в экстазе 4,9 секунд до сотни. 150. Сбавляй, а то будет как в Кроватии. 160. Да хватит, все. 200. 200. Ну а при спокойной езде с разрешенной скоростью, двигатель вообще еле шевелит поршнями на низких оборотах. Это позволяет увидеть на щитке приборов весьма радужные цифры расхода топлива менее 10 литров на сотню. Правда при этом мы катались в основном по загородным дорожкам, либо по небольшим городкам, где скорость ограничена 50 километрами в час. Впрочем, экономить помогают и 3 из 5 режимов езды. Комфорт, ЭКО и СМАРТ. Ну, с первыми двумя все понятно. Они притупляют остроту отклика мотора, держат его на более низких оборотах, меняя алгоритм работы коробки передач, а заодно подвеску ролевую переводят на более комфортные и мягкие настройки. СМАРТ. Это не что иное, как автоматический или адаптивный режим у других производителей. В нем стингер постоянно самостоятельно подстраивает работу агрегатов и узлов под условия движения. Мне нравится, что даже при комфортных настройках руль налит ощутимой тяжестью. Но, если хотите обострить реакции машины, то лучше переключаться в режим спорт или спорт плюс. В них помимо возросшей живости откликов мотора, которые коробка начинает держать в тонусе более низкими передачами, еще и салон наполняется громким красивым рычанием. Режим спорт плюс, к тому же еще и ограничивает работу системы стабилизации. Все стингеры используют восьминскоростной автомат собственного производства. Только в зависимости от мотора отличаются передаточные числа. Есть тут и красивые подрулевые переключатели. Причем они выглядят намного эффектнее, чем на многих премиальных конкурентах. Но я оставляю их в покое. Ведь коробка и без того работает плавно и точно в любой момент. А на колесах постоянно есть хороший запас тяги 3,3 литрового битурбированного движка. Свою принадлежность к касте сильнейших автомобильного мира сего Kia Stinger подчеркивает наличием заднего или полного привода. Работа полного привода без сюрпризов. Электроника сама решает, когда и сколько тяги отправлять на передние колеса. В передней подвеске Kia Stinger используются в стоке McPherson, задней многорычажная схема. В нашей машине переключателем Drive Mode Select можно изменить жесткость ходовой. Но даже на максимально зажатой подвеске в поворотах я все равно ощущаю крены и сносы. Kia Stinger учили ездить на легендарном Нордшляйфе в северной петле Нюрнбург-Ринга. И по меркам Kia Stinger реально крут. Но проехав на нем по гоночному треку, я понял, что кончиками пальцев машину не ощущаю. И может не стоило предъявлять к ней столь высокие требования в плане поведения? Так ведь не я придумал и озвучил конкурентов. А в контексте названных Audi, BMW и Mercedes, и учитывая, что нас выпустили на гоночный трек, осмелюсь сказать, что Stinger еще надо оттащивать свои ездовые навыки. Зато на обычных дорогах ходовая приятно дозирует жесткость и комфорт. Редкие неровности, которые нам встречаются, машина проходит без грубых толчков и сильной раскачки. Kia Stinger это действительно спортивно-туристический автомобиль. В нем нет излишней спортивности, что лишний раз характеризует его как гранд-туризма. А баланс в настройках ходовой части как раз не должен утомить в дальней дороге и позволить проехать ее в удовольствие. Впрочем, я с легким сердцем заберу все свои придирки обратно, если цены на Kia Stinger будут очень сладкие на фоне конкурентов. Хотя, появление этой модели в нашей стране под большим вопросом. Ну что, друзья, выводы после небольшого тест-драйва Kia Stinger следующие. Автомобиль очень динамичный, но вот этой же динамики я не почувствовал в его поведении. Его повадки все-таки более гражданские. Да, пускай это гранд-туризма, но тогда на этом гранд-туризма хочется сесть, ехать куда-то далеко по автобанам, по хорошей дороге. А рулежка какая-то активная, это все-таки не для этой машины. Хотя, опять-таки, здесь у нас полный привод. Есть версии с задним приводом. Если будет возможность, мы опробуем и эти модификации, расскажем вам о них. Так что следите за нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. И не забывайте, друзья, что мы куем для вас тест-драйвы на земле, на воде и в воздухе. А сегодня делали это на Майорке. Продолжение следует...